Здравствуйте! Сегодня у нас на сночке будет очень интересный нож. Владимир Талукачев, представляющий компанию Raw EDC, нам прислал несколько интересных ножей. Один из них это нож со сталью S390. Твердость порога составляет 68 единиц. Терминная обработка от Сергея Бурова. Сведение у нас минимальное. Практически составляет 0,3 примерно. Спуски от обуха. Хороший такой резак. Нож сделан конкретно по доходу. Воделец попросил его заточить конкретно на 36 градусов. Толщина по обуху составляет 3,5 миллиметра. Зажать подобный нож можно в любом из наших устройств. Сегодня для листочки мы будем использовать профиль K03. Длина клинка у нас 125 миллиметров. На рукояти Ironwood. Аризонское железное дерево. Этот нож был сделан Вадимиром под заказ. Кого заинтересует, ссылка будет в описании к этому видео. Но у владельца уже имеется некоторая коллекция охотничьих ножей и из разных столей. Так, что сейчас делаем? Обклеиваем обух этого ножа малярным скотчем, тем самым защитив его от царапин нежелательных. Обратите внимание, так как мы зажимаем нож. У ножа спуски от обуха, но у рукояти есть прямой участок. За него мы как раз зажимаем, а вторым зажимом поджимаем. Так, и заточку будем начинать с камня. 100 на 80, 100 процентной концентрации. Выставим угол 18 градусов на сторону или 36 общий. Обнуляем угол мир и устанавливаем на держатель абразива. Здесь при помощи речного подъемника устанавливаем 18 градусов. Попали, зафиксировали. Алмаз 100 на 80, 50 на 40 у нас на обычной органической связке. Можно работать как на сухую, так и с добавлением воды, либо же мыльного раствора. Я сейчас работаю на сухую. Также для того, чтобы не заваливать кончик ножа во время заточки, я придерживаю камня и продолжаю движение по своему пальцу. Понять, что можно переходить на следующий камень можно по наличию заусенца, когда мы вышли на него с обеих сторон. То есть сначала с одной стороны перевернули нож и с другой стороны. Он ощущается как тактильно пальцем, так и можно его визуально увидеть. На РК будет белый отблеск от света. Сейчас вы можете наблюдать на видео. Мы переходим на камень 50 на 40 и будем работать по узовую сенсу, уменьшая риску. Следующий камень у нас на ОСБ-связке 2014. Работаем с маслом для заточки. Перешли на сторону 75 тоже на ОСБ-связке. Работаем также с маслом. Еще поступает много вопросов. Как финишировать ножи? Скажу от себя так, что финиш зависит от того, как нож будет работать. Конкретно этот нож у нас охотничий, поэтому 75 ему будет вполне достаточно. Если бы это был какой-нибудь кухонек или универсал, тогда да, можно уходить и на 3.2 и на алмазные пасты, доводить его тоньше, полировать. На охотничьих ножах это ни к чему. То есть мелкую агрессию оставляем, чтобы он хорошо у нас развязал мясо, развалял. Все, приступаем к финишу, уменьшаем риску и этим же камнем будем убирать остатки заусенца. Ну и пришло время снять заусенец, потому как хорошо убранный заусенец напрямую влияет на то, как нож будет резать и как долго будет держать остроту. Очень важно на камень не давить и как можно чаще переворачивать нож, отгоняя тем самым заусенец из стороны в сторону и в конечном счете мы его просто срежем. Проверим на устройстве БЭС. Как вы видели, мы на устройстве БЭС достигли рекордного результата в 11 грамм. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в наш клуб ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok